Утро Роман Ашвейкин И в отличие от прошлых лет, в этом году 7 треков, так называемых, или 7 образовательных площадок, среди которых это Урал Цифровой, Урал Экологичный, Урал Туристический, Урбанистический, Исследовательский, Образовательный Роман, а вы отвечаете за какую площадку? Еще забыл творческий отметить, друзья Творческий, вот у нас какая, Югра, какую площадку вы в частности представляете? Мы непосредственно организуем Урал Урбанистический в этом году, кстати, в прошлом году форум проходил онлайн, у нас была площадка Урал Городской, поэтому тематики очень близки, в этом году мы продолжаем развивать эту тему, Урбанистическую, городскую среду Что в нее входит, Роман, можете рассказать? Какие, может быть, образовательные, да, вот эти моменты? Что в ней есть, в общем, да? Чему учите там участников? Ну, вообще, на мой взгляд, это супер практическая площадка, где участники в этом году смогут создать, точнее решить несколько кейсов В этом году хозяева форума молодежи Уральского федерального округа «Утро» решили провести форум именно в виде кейс-чемпионата Что такое кейс? То есть это какое-то конкретное задание, которое участники будут решать на протяжении всего форума Вы уже сказали, что форум будет онлайн, да, это июнь, и это будет офлайн, уже такая завершающая стадия, которая пройдет в Салихарде И вот у нас на Урале-Урбанистическом будет не один кейс, а их будет целых три И первый кейс – это создание арт-объектов на озере Лебяжье в Салихарде Второй – это восстановление фасада дома в коме-деревне в Лабытнанге Это не так далеко от Салихарда, правда, добираться к воде И третий кейс – это исследование и определение векторов развития пешеходной улицы Ленина в Салихарде То есть это уже существующие изменения пешеходной улицы И вот мы с помощью соучастных практик проработаем ряд предложений, рекомендаций для администрации Салихарда по развитию этой пешеходной улицы То есть участники, которые примут, опять-таки, участие в нашей площадке А это представители всех шести регионов Уральского федерального округа Смогут сделать какие-то практические вещи, которые будут воплощены в жизнь И они смогут наблюдать за тем результатом, который получится Ну и, соответственно, жители Салихарда, Лабытнангов, про которые я говорил выше Ром, участие в форуме как раз-таки дает продвижение задумок, продвижение своих проектов или что-то еще? Ну, что-то еще, конечно же, на мой взгляд, как бы основной результат – это те связи, так скажем, да Те контакты людей, с которыми ты познакомишься во время работы форума И мне кажется, что это очень важно, то есть опыт можно перенимать не только от экспертов, да С которыми ты будешь работать на форуме, но и от тех участников, которые будут на форуме Потому что с этими же участниками можно впоследствии коллаборироваться, да Взаимодействовать и творить что-то общее Ну, либо просто, не знаю, посмотреть, что человек делает какие-то нереально крутые вещи И, возможно, сделать так же, потому что это реально Рома, еще один вопрос. Регистрация уже закрыта, то есть коллектив участников уже набран? На самом деле здесь стоит обрадовать участников, потому что мы должны были с вами сегодня созвониться И я должен был сказать о том, что регистрация закрыта, но дня два назад регистрацию продлили до 24 мая Поэтому дедлайн 24 мая еще можно успеть поддать заявку на АИС молодежи России Заполнить, прикрепить творческое задание Творческое задание очень простое, оно, кстати, у разных треков разное Но на нашей площадке, уралубанистически, нужно просто написать о том, почему ты выбрал именно этот трек И что тебе это даст Роман, спасибо большое за очень информативную беседу Мы желаем творческих успехов До свидания Спасибо До свидания Пока